Дорогие друзья, как вы думаете, где мы находимся? Айхан, давай покажем, а вы пока думайте. Да, мы находимся в горах и едем в настоящую деревню в Аланье. Айхан, Аланье, как километры? 25, 25, где-то? Вон наш друг. От Аланье эта деревня находится в 25 километрах. Мы вам покажем, как живут люди в деревне. Ну, это, в принципе, и является Аланьей. Пока мы остановились на дороге, будем сейчас собирать черешню. И покажу вам, как растет грецкий орех. Вот так вот растет грецкий орех. Айхан нам показывает. Вот такой вот он зелененький. А внутри сама плотная. Таким образом орошают сады. Вот из этого бассейна берут воду и орошают весь вот этот сад. Сады, черешню и все, что у вас растет на участке. Дюйменький, дом. эти буквы они даже как бы они тоже и они 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 еще 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 когда и мы должны чтобы, очень рыбачки. и в сентябре в течение 2 сентября. И в течение 3 лет назад. и в течение 2 сентября. Также тоже тоже. но уже 3 лет назад. У нас есть картофель, поэтому продвинутые, замили не пузырь, а потом их не убежать, и они длинные. Мы находимся в черешне во мрайо. Этому дереву примерно 7-8 лет, и как сказал владелец этой плантации, собирают с этого дерева, могут собрать до 200 килограмм. 10 тысяч квадратных метров у них, и вот эту вот черешню мы сейчас будем собирать. Вот Айхан собирает черешню. Это очень много черешни. Айхан, где черешни? Почему черешни? черешни, черешни? черешни, черешни? черешни, черешни, клубника, конечно. Большая лица? Слышишь? Нормально. Нужно съесть, но не знаю. Я не знаю, но я не съесть. Я не знаю, что я съесть. Он шатнул. Сколько черешни. Он шатнул, видишь? Он шатнул. Он шатнул. 2-3 дня вверх. Он шатнул. Айнен, айнен. Он шатнул. Друзья, если бы камера могла передать вот это ощущение, когда мы ехали по дороге. Дорога была очень извилистая, но настолько красивая. С видом на дамбу, на лес. Здесь настолько прохладно. Конечно же, находимся далеко от моря. Супер. Просто аж мурашки по коже. Посмотрите, какие горы. И черешня, сады черешни. Грецкие орехи. В общем, если у вас будет возможность, возьмите машину в аренду. И обязательно поезжайте в горы. Далеко-далеко за Дымчай. Вам здесь очень понравится. Ну, а теперь, с нетерпением, мы едем в деревню. Вот это горная вода. Моем горной водой. И сейчас Айхан будет пробовать. Очень вкусно. Очень вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Ммм. Это не то, что вы покупаете на рынке. Это прям свежее из дерева. Супер. 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 Ну что, не п 텍. Супер. 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 Что. Парни. Всего за два года дерево, видите, вырастает вот такого размера. Высоту, ростом Сайхана, метр семьдесят. 2 года и посмотрите сколько на нём черешни на таком маленьком деревне а вот так вот выглядит один из домов которые находятся прямо в горах и вот эта женщина здесь живёт, говорит, что она выращивает какое-то растение друзья, мы сейчас приехали в другой сад в сад, где растёт хурма и какой-то американский грецкий орех спускаемся вот по такой крутой дороге покажу вам Айхана вот такая вот крутая дорога друзья, в зелени очень классно, пахнет такой свежести прям куча травы как давно я не была как давно я не была в таких зарослях вкусно пахнет а вот там течёт вода родник, который можно, кстати, пить летом здесь полно воды в общем, здесь не пройти здесь нужно переплывать зимой зимой и вот эта вот вся земля, друзья очень-очень много земли принадлежит вот этому нашему другу в третьем поколении осталось ему от деда и они продолжают традицию выращивают выращивают черешню хурму также у них есть гранаты вот так вот это 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 ой, вот цветок вот этот цветок а вот это, представляете такие вот малепусенькие совсем сейчас я вам покажу вот такие вот, смотрите с моим пальцем размером с ноготь вот такие вот маленькие гранатики я никогда такие не видела очень красивенькие ой 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 а вот это, друзья, хурма всего один год этому дереву и вот такая вот она маленькая посмотрите тоже размером с мой палец а вот это вот представляете вот это вот цветок граната очень красиво пахнет гранатом и правда и знаете, что рассказал владелец очень интересно я дотронулась до цветка до этого и он отвалился и Айхан сказал, что так, на один гранат на дереве стало меньше но потом на земле я увидела очень много вот таких вот цветков они прямо вот здесь вот валяются и хозяин этой плантации сказал, что дерево не может выдержать все плоды и поэтому многие цветы падают чтобы дерево не сломалось и выдержало все плоды господи господи, какая красота посмотрите а вот это что? а вот это что? а, вот это тоже черешня черешня ну а вот гранатики так, что-то они там еще нашли это тоже дерево груши всего один год и вот такие вот плоды уже здесь есть а, мы сейчас идем грецкий орех идем сейчас в сад, где растет хурма но, друзья, хурма это зимний фрукт поэтому сейчас только отцвела и начинают появляться плоды а на рынке хурма появится уже в октябре-ноябре месяце здесь много пчел вот она, друзья, хурма очень интересно, что чем холоднее зима, тем больше плодов появляется на дерево вот этому дереву 5 лет и вот так вот ай ну а каким образом морошают жарким летом, друзья? в каждом саду есть вот такой вот бассейн и по этим трубам поступает вода из родника которая находится вот там вот где мы припарковали машину и таким образом они орошают сады когда становится очень жарко видите, вот эти вот трубы они везде проходят проходят по всему саду ну а вот, друзья, и деревня в которую мы сейчас отправимся вот туда вот вниз здесь видна еще и дамба вот там вот вдалеке ну а вот это вот деревня и как вы знаете, друзья в Алане строят горнолыжный курорт и он будет расположен прямо вот там вот за облаками вот такая вот здесь потрясающая природа и вот там вот они поставили беседку летом, чтобы отдыхать огромный сад, конечно огромный сад, как они он, кстати, работает наш друг бухгалтером и еще успевает ухаживать за таким вот огромным садом сейчас мы идем смотреть груши это все хурма хурма, хурма мама, передаю тебе привет я думаю, что если бы ты увидела столько черешни ты бы просто сошла с ума поэтому, когда приедешь мы обязательно сюда приедем приедем еще раз и проверим смотришь ты наше видео или нет дур, дур, дур а вот это вот деревья грушевые и вы видите красные груши первый раз таки вижу июньский какой-то июньский сорт вот так вот мы бродим по по хурмамы по саду с хурмой еще дальше, друзья не доехали до деревни все, ходим по 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 садам но сейчас уже отправляемся наконец-то в деревню на приехали же в деревенский дом и сейчас я вам покажу как он выглядит Айхан уже снял обувь ну а пока не зашло солнце покажу вам как он выглядит с дороги вот так вот выглядит сам дом и вот так вот мы сюда спускаемся проходим между деревьями грецкий орех инжир здесь растут цветы на входе нас уже ждут вот здесь вот снимаем обувь посмотрите какая красота живые цветы здесь вход снимаем тапки кроссовки вот так вот выглядит прихожая вот так вот выглядит стол это какой миска пирожая 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 У меня церковь нет силы. Рыба... Как глюкаль? Будьте попробовать. в пиазе. Обычно в аваньях, в городе, в области, в области, в области, области, в области, области. Фасулия, но фасулия. Это еще один парень. Сукулья, как она. фасулие Дорогие друзья, вот этих замечательных людей мы провели время. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока.